Вот уже два дня подряд Андрей с самого утра и до позднего вечера убирает снег во дворах. На вверенной территории он мог бы работать намного быстрее. Разгребать сугробы мешают сами жильцы. У вас основная проблема машины. Ездят, стоят, мешают уборку вообще. Вот так и приходится маневрировать между машинами с мыслью как бы не задеть да не поцарапать припаркованное авто, говорят трактористы. Ведь в случае аварии отвечать придется водителю спецтехники. При этом объявление о том, что во дворе будет производиться уборка, многие автолюбители просто игнорируют. Ну есть сознательные и есть несознательные, которые оставляют машины. Вон видите, среди стоянки закопаны вообще в снегу. Председатель собирал и номера машин, и у него есть все списки, и он обзванивает, и ходит по квартирам, и звонит в домофон, чтобы убирали машины. Сам Сергей, несмотря на неудобства, с легкостью взял и переставил машину в другой двор. Как бы то ни было, стоят машины во дворах или нет, убирать эти территории коммунальщики обязаны. После того, как снегопад выпал, по сути дела мы должны убрать в течение суток-двух. Мы должны снег убрать во дворе. Но проезжую часть мы убираем практически в эти же сутки. А вот парковочные места в течение двух-трех суток происходит уборка. Сегодня специалисты департамента ЖКХ посмотрели около 50 дворов, все в Зашекснинском районе. Замечаний выявили много. Управляющие компании, где были самые неубранные дворы, оштрафовали. Предусмотрены штрафные санкции на должностных лиц до 10 тысяч рублей, на юридических лиц до 50 тысяч рублей. Штрафы выписываются достаточно часто, все зависит от погоды и условий, от того, как убираются территории. Если в зимний период наиболее такие часто встречающие штрафы, это за некачественную уборку дворовых территорий. Но также остаются и по содержанию контейнерных площадок. Такими темпами над последствиями снегопада трудиться коммунальщикам придется долго. Пока проверяющие оценили уборку на троечку. Работа ведется, мы это видели. Думаю, что до конца недели последствия снегопада, того, который был, будут устранены. По прогнозам синоптиков, уже сегодня снова ожидается снег и метель. Расслабляться коммунальщикам некогда. Продолжатся и проверки. Два раза в неделю специалисты департамента ЖКХ будут ездить по самым проблемным дворам города. Кстати, пожаловаться на уборку в своем дворе вы можете, позвонив на горячую линию департамента по номеру 083. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!